Пшеничная мука, дрожжи, вода и масло. Самый простой рецепт вкусного домашнего хлеба. Ирина Никишова из династии хлебопекарей за свою жизнь испекла более тысячи караваев. Правда, самый хрустящий и пышный, говорит, получается только из муки первого помола. С нового помола мука и так насыщена кислородом, я еще не успела и наслежаться. Поэтому хлебок наш отрымливается вельми смачный. Особливо приготовленный в печке, у им и корочка хрустящая. Никаких духовок и плит. У хлеба только что вынутого из печи. И вкус неповторимый. Аромат такой, что кружится голова. Устоять невозможно. Ломайте просто краешку хлеба. Ломали ранее? Ломайте. Берите булку. Берите руку на булку. Ломайте и ешьте. Берите. Дегустацию устроили прямо под открытым небом под аккомпанемент музыкальных инструментов. Механизаторы те самые, что убирали этот хлеб, только вышли в поле после дождя и вот снова пауза. Правда, на этот раз приятная. Сначала смущенно пробуют, затем просят еще с собой в кабину. Конечно, приятно. Свой хлеб, который убрал, уже попробовать можно. У него влажен весь наш труд. И вот он сладок для нас и приятен. Наш хлебок обысковым допоможет, потому что он с особым настроем замешанный, на особых звычаях. И с молитвами для допомоги, как наши комбайнеры, легче им працавалось, без никаких там прыгод у поля. Однако вкусный хлеб – это не только рецептура. Чтобы корочка хрустела, а мякоть была пышной и душистой, качество выращенного зерна должно быть максимально высоким. В этом хозяйстве, отмечают специалисты, урожай по-настоящему порадовал, что непременно скажется на вкусовых свойствах конечного продукта. В этом году у нас зерно по качеству лучше, чем в прошлом году. Потому что в этом году ему хватило и влаги, когда наливался колос. Тем более, в прошлые дни стояла такая очень хорошая погода. Зерно практически можно было привозить по влажности, оно подходило под кондиции, что можно было его сдавать сразу на хлебоприемный пункт. Если влаги все же многовато, не проблема. Зерносушильные комплексы работают на полную мощность на этом участке на местных видах топлива. Один такой агрегат в сутки может перерабатывать до 200 тонн зерна. Когда цифры на специальном приборе не превышают 15% влажности, пшеницу, ячмень или рожь можно смело отправлять на хлебокомбинат или, к примеру, на зернохранилище. Взять, если в руку, то по ощущениям оно чувствуется, что оно влажно. Немного его досушим, даже оно полежит, провеется, оно будет нормально. В Чечерском районе уже убрано 35% урожая, чуть более 11 тысяч тонн зерна. Жатву из-за погодных условий здесь начали позже соседи. Но госзаказ по пшенице уже выполнили. На очереди рожь. Максим Вечерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.